здарова братва сегодня в этом выпуске вам покажу то что будет в этом году стоять вас 2107 то есть на чем есть в этом году буду собирать так что давайте перейдем сейчас быстренько вам покажу что к чему и почему так вот так вот это все выглядит это примерно 200 килограмм узла но давайте сразу перейдем к динамикам примерно выкладывал уже смотрел то что тут есть теперь хочу вам показать 20 сантиметровые динамики 8 дюймовые от компании magnum то есть весь инстал будет от компании magnum ну здесь примерно получается розничная стоимость 216 тысяч за все вот это так в этом году в том году 18 мне стояли 16 все-таки в этом году я хочу опять двадцатки так вот такие вот двадцатки но я скажу собраны неплохо принципе особых косяков никаких нету моделька это у нас модель это у нас где моделька вот моделька mbm 8 4 sb 4-х омной динамики полтора дюймовая катушка 100 ватт рмс чуйка 91 играют от 90 до 80 так и еще у нас тут металл корзина типа на металл не знаю короче неважно так охлаждение у нас задней части сеточка подводяшки у нас здесь как на сабе как сейчас на сабах делают плоские вшитые вот здесь такие же вот подводяшки интересная динамик увесистый не скажу что легкий магнит для двадцатки самое то полтора дюймовая катушка номинал я думаю все таки здесь не 100 ватта больше и трехволновой подвес правда красного цвета сначала мне это не очень понравилось что красного цвета но сейчас я думаю что принципе за грилями это будет смотреться интересно так такая вот надпись диффузор похожим похож на ну как бы бумага но она такая вот типа как пористая нашел единственный обзор это у автозвук своими руками вроде он отзывался неплохо я включал в принципе динамики мне понравились ну не в полную мощность я включала так от компьютера меня принципе все устраивает таких будет 6 пар 6 пар двадцаток и 6 пару пару в этом году я решил все таки с рупорами все сделать то мне как-то всегда высоких не хватает в этом году высоких будет достаточно брал все по дешману эти пищалки по моему тысяча стоят я не ошибаюсь стоят тот же кикс тот же edge принципе все то же самое моделька это у нас так моделька это у нас млт 1ти light twitter titanium так 27 дюйма катушка один дюйм импеданс 4 номиналка 50 максималка 150 чуйка 103 играют от двух с половиной до четырех но будут играть от от 8 наверное все таки от 8 либо от 6 и 3 принципе от магнитола больше не порежешь конденсатор не знаю ставлю не оставлю на ранее оставлю так будет резаться чисто с магнитолы это у нас что по фронту напоминаю 6 пар двадцаток и 6 пару паров далее чем это все будет питаться вот он нас усилитель могу кстати радует чем-то смахивает на прайд ну чисто визуально так вот такой вот усилитель моделька это у нас с магнумом 450 bs заявочки у нас заявочки вот прошу прошу обратить внимание возможность работы в 2 ома и и и на этом не интересно ну короче 4 по 150 ватт наверно что надо искать книжку я куда-то и вложу будет все это подключить подключаться тремя такими усилителями и получается раз два шестью мостами шестью мостами все это будет , так так здесь у нас ну четверка максимум влезает ну тут восьмерочка у нас легко так а по фильтрам у нас так что у нас гейн бас буст ну типа бас буст лпф только есть и hpf но либо одно либо другое то есть бампасе он не играет либо сверху либо снизу режем в принципе все будет резаться с магнитолу так что особо мне на это не интересно и режет он до 4к сверху и снизу вот такой вот усилитель так таких как сказал уже будет три штуки и шесть мостов так басуха у нас так это у нас басуха или нет нет это 450 опять 450 огибасуха вот короче басуха вот двухтысячники раз двухтысячник два будет восемь усилителей 2к так вот они усилители так магнум 1.2000 бс обзору есть лолдов в принципе заявку они примерно свою отдают выглядит он точно так же как и 450 единственное отличие что здесь д класса там а б класс размер сравним вроде размер одинаково нафиг спрежа ну здесь у нас уже здесь у нас смело два ноля влезет здесь смело четверка так по фильтра ну по фильтрам я думаю это обычный китаец ничего сверхъестественного здесь нету да для собой не надо так у нас что здесь выносной регулятор есть две лампочки защиты и включения вход и мост то есть брейшин это вход и брейш а вот это выход то есть одного усилителя выходит другой приходит и один получается мастер 2 ведомый гейна upf до 150 а вот до 180 так сапсоник хорошо что есть можно снизу порезать ну бас бус бас бус понятно здесь все понятно так по размерам 4 150 нифига си усилители идентичны по размерам прикольно не вру двойка чуть чуть меньше на один сантиметр или на 2 вот так наверное сделать вот на полтора сантиметра двойка меньше глаза d обышка у нас чуть чуть побольше так они выглядят не выглядит усилитель нормально прикольно стоит по моему этот 10 500 450 этот у нас 12 по моему 500 или 12 ровно вес вес хорошего обоих усилителей прям такой хороший хороший чем-то напоминает я скажу мачету двоечку чем-то похож или мачета даже вроде меньше могу ошибаться или с полторашкой путаю чем мачеты все примерно одинаково так ну чё и самая самая сочная самая сочная самая сочная вот кстати регулятор с него регулятор идет только с басовым усилительная ну в принципе открывать его не буду клип индикации клипа нету просто чит тупо регулировка управляется джеком все просто да нельзя так ну давайте басуха самая интересная басуха причем я думаю для всех самая интересная басуха как для меня так и для других не расхлестал давай 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 выходи выходи были на одной рукой нереально так вот такой у нас коробка ничем не примечательная вот на плечкой скромненькая скромненько так магнум мбв 1222 dc серия басик 12 дюймов так так рмс к 1000 чуйка 87 остальное думаю никому интересно так сопротивление 2 плюс 2 то есть каждый сап будет последовательно в 4 ома потом параллельно 2 саба это будет 2 ома ой до 2 ома и на мост 2 2 2 2 тысяч ников это будет у нас каждый в один он то есть все принципе будет правильно сделано много перебрал комбинаций хотел сначала 9 сабов и 3 усилителя внутри моста смысле то есть 6 усилителя и 9 сабов потом все таки подружился со здравым умом и решил взять все таки 8 сабов и 8 усилителей то есть принципе на каждый магнум у нас придет двух киловаттному магнуму это около дела с запасом так ну чё скажу самыми я с этими уже знаком в принципе собраны они неплохо магниты у нас 170 170 два магнита высота намотки и высота магнитов 40 миллиметров но два магнита по 20 40 миллиметров все оборудовано сеточками на внутри внутри нет внутри одной нету вот боковое охлаждение у нас все в сеточках корзина летая хреново количество спиц так подводяжки не вшиты кто-то скажет что это дичь я тоже когда пятнашки брал в том году тоже думал что это дичь но на практике показала то что скажу вам это копия победы копия киксы сейчас новые вышли киксы кстати здесь более большая шайба не знаю сколько примерно семь с половиной или восемь дюймов ну короче она очень большая то есть ход принципе у сабвуфера есть даже несмотря на то что у него такая вот губа у пятнашек был изумительный ход прям изумительный ход на максимальных ходах конечно заламывает гиф но я думаю ничего страшного и про проблем по проблему вшитых подводящих на данных сабвуферов когда вы выводите их на максимальный ход и превышение хода то у булавы так чем не приносили мне приносили две победы на ремонт отрывал подводящие у основания шайбы о его основания катушки и булава была и таких случаев я как знаю очень много то есть когда превышают ход отрываются вот там вшитые подводящие здесь подводящие не вшитые в принципе они ходом не ограничены вклеены нормально на пятнашках с подводящими вообще на 4 пятнашках то есть один к четырем что подводящие не оторвутся точно так но такие вот сабвы трехдюймовая катушка еще высота намотки я сказал я думаю ветра будет много будет 7 ребам пас 4 или 6 еще пока не знаю в принципе начну по 10 4 но возможность переделать будет их 6 короче будет все по месту как только горка соберу примерно прикину как будут стоять сабвы хотелось бы их установить в одну плоскость все и там уже от этого буду плясать от объемов надеюсь первые попытки попасть хоть что-то так ну и усилителей принципе у семерки багажник большой ну как большой хватит его все усилители будут багажнике и еще хотел бы сказать что 200 216 тысяч это только оборудование то есть не забывайте еще провода на провода я снышки сниму питание питание тоже принципе все шерстные снышки осталось и постараюсь поставить ну не постараюсь а сто процентов будет стоять в ps ну что генератор проверен самый дешевый в своем классе так извиняюсь что с вами так не разговариваю так будет стоять в ps самый лучший в цене классе своем но если добавить там регулятор напряжения то будет вообще супер ну для титаната не стоит его добавлять только для зарядки думаю можно поднимать вольтаж ну и все кому понравилось видео кто будет ждать что будет семеркой после всего этого обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи всем пока пока